привет с вами снова я дмитрий фреско и мой кулинарный блог сегодня рыбный день я регулярно смотрю канал по кашеварим виталя привет и пусть они всегда согласен с виталькой касательно его рецептов мне нравится в динамичный стиль и дружелюбие недавно он готовил рыбную запеканку если еще не смотрели щелкайте вот сюда я хочу показать как это делаю я принципиальное отличие только одно вместо картофельного пюре я буду готовить картофель гротен под соусом бешамель сначала займусь соусом в этом блюде он исключительно важен здесь у меня греется вода для варки картошки здесь греется молоко бешамель базовый соус французского происхождения используется во многих блюдах очень полезно уметь его готовить он всегда содержит молоко муку масло и ароматические добавки но я прошлом выпуске обещал бешамель с хохоряшками так вот они одна француженка меня научила соберу букет гарни у меня сегодня тимьян шалфей и паре и положу его и одну луковицу варится в молоко минут на 15 обычный бешамель доводен до вкуса добавляя соль перец мускатный орех в конце приготовления предварительная ароматизация молока позволяет нам обогатить соус абсолютно любыми вкусами и ароматами даже грубоватыми корнеплодами пока займусь картошкой нарезаю шайлами толщиной миллиметров 5-6 и отправлю его вариться почти до готовности нарезанный лук обжарю до мягкости на оливковом масле и вернуть бешамелю поджарю муку на сухой сковородке мука понемногу начнет пахнуть орехами и чем дольше жарит тем сильнее добавлю масло молоко уже ароматизировалось удару из него лук букет начну подливать понемногу соус степенью прожарки муки мы регулируем не только силу орехового аромата но и цвет готового соуса молоко подливаю только после того как предыдущая порция полностью смешалась и все стало однородным упомяну про соотношение продуктов для картофеля каратен я готовлю бешамель довольно жидкой консистенции пропорции такие на 50 граммов сливочного масла 60 граммов муки и примерно 850 миллилитров молока дело в том что картофель содержит много крахмала и бешамель смешавшись с ним при запекании в духовке загустеет да молоко с мучной подливкой я смешиваю продолжая подогревать кастрюлю на среднем огне если же я собираюсь использовать бешамель для грибного жульена или например гротен и шпинат и морепродуктов то молока беру на это количество муки и масла примерно 700 миллилитров в бешамель для лазани у меня уходит на то же количество муки и масла примерно 750-800 миллилитров молока вы видите в молоке маленькие листочки тимьяна мне нравится когда они изредка попадаются в готовом соусе если же вам по душе соус без них молоко после ароматизации можно процедить через мелкое сида соус уже достиг нужной мне густоты посолю его натру мускатного ореха и оставлю на очень слабом огне пока бешамель варится достану картошку она уже почти готова форму сначала выкладываем рыбу построим ее и поперчим теперь слой обжаренного лука порея немного бешамеля картошка приправим ее укропом опять бешамель опять укроп я хочу чтоб все пропиталось его ароматом ну и сыр сверху и отправимся в духовку на 15 минут и и вот и все на сегодня понравилось пальцы вверх подпишитесь на канал а то пропустите через неделю готовим специальное новогоднее блюдо свинский рулет с француженками или без до встречи и и и и и и и и